Всем привет, друзья! На связи канал Большие Перемены. С вами я, Гамир и Лина. Сегодня нас пригласили в уникальное историческое место в Таиланде. Так как мы увлекаемся историей и традициями местных жителей, конечно же, мы не могли упустить такую возможность. Встреча у нас состоится с внуком очень уважаемого человека, который построил данный особняк еще в далеком 1936 году. А вы когда-нибудь мечтали побывать в доме настоящего пухокетчанина, окунуться в прошлое и увидеть своими глазами, как все начиналось? На острове есть несколько уникальных достопримечательностей, которые позволяют заглянуть в прошлое и узнать, как жили местные жители во времена оловянной лихорадки. Одно из таких мест Банчжор. Этот трехэтажный особняк был построен в 1936 году китайским бизнесменом, который сделал большой вклад в развитие Пхукета. Сейчас он превратился в дом-музей, отель-хомстей и ресторан, который заслужил звезду Мишлен. Давайте вместе окунемся в историю этого дома и хозяина. Его звали Тан Чин Гуан Хон Геок. Извините, если вдруг неправильно произнесла. Он приехал на Пхукет из провинции Пхангна, где занимался добычей олова и решил основать общину в деревушке Майхао, которая тогда была пустынной и отдаленной от центра острова. Он не только развивал горнодобывающую промышленность, но и создавал другие производства. Литейные и токарные цехи, лесопилку, мыловаренный завод, рисовую мельницу, ледокомбинат. Он также высаживал плантации каучука, масленичных и кокосовых пальм. Он был главой горнодобывающего комитета, пожертвовал землю для строительства школы и больницы Мишен Госпиталь. Его семья до сих пор известна на острове как самая почитаемая семья Хон Гьек. Они владеют несколькими домами, в том числе знаменитыми Хон Гьек Мансион в Пхукеттауне. Особняк Банжур был его резиденцией на севере Пхукета. Он пригласил европейских архитекторов для его проектирования и постройки. Дом имел европейскую планировку, но сочетал в себе традиционные элементы хоккеинского стиля. Дом был построен с учетом принципов фэн-шуй. Правая сторона была мужской, левая – женская. В доме сохранились многие оригинальные детали – плитка, мебель, предметы обихода. Вы можете увидеть, как жила семья Хон Гьек полюбоваться одеждой, украшениями, парфюмерией, музыкальными инструментами. Вы также можете увидеть фреску с пионом на стене главного холла – символ дома-музея, нарисованной российской художницей Людмилой Летниковой. Это не только место для посещения, но и для проживания. Вы можете арендовать одну из двух спален на втором этаже и почувствовать себя частью истории. Также можете насладиться вкусной едой в ресторане на первом этаже, который получил звезду Мишлен за свою кухню в стиле Перинакан. Это уникальный шанс познакомиться с культурой и традицией Пхукета. Желаем вам приятного просмотра. Окунитесь в эту атмосферу истории любви и этой уникальной семьи. Приятного вам просмотра! Бан-Ар-Жор. 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 Да. Тут выложено при входе все просчаткой. Ресторан-музей. Приветствую, здравствуйте. Добро пожаловать в Бан-Ар-Жор. Приятно познакомиться. Мое имя От. Я внук четвертом поколении. А это моя бабушка. Она внук во втором поколении. Мама. Нет, мама моей мамы. Это моя бабушка. Най-Ти. И 90 лет. Най-Ти. 365. Сколько лет. 90 лет. Что это? Ну вот сейчас мы проходим в этот дом. В этот дом ресторан. Сейчас вам здесь покажут как все есть. Этот дом был заброшен на долгих 37 лет. Здесь никто не жил. Дом был полностью разрушен. Мой дедушка попросил его отремонтировать. Дедушка, который муж моей бабушки, которую вы сегодня видели. Когда-то на этом месте был расположен колледж, но он был заброшен. А вот уже 7 лет здесь находится наша кухня. Раньше это было комнатой для остановки гостей. Теперь здесь находится ресторан со звездой Мишлен. Когда-то здесь была столовая, а теперь это ресторан традиционной кухни. Справа зал для гостей. Слева находится кухня. Добро пожаловать в наш ресторан. Пройдемте. Девушки, поздоровайтесь с нашими гостями. Эти девушки – воспитанницы нашего колледжа. Теперь работают у нас в ресторане. Это мама моей мамы, то есть моя бабушка. А это моя мама. Сейчас они готовят подношение к Будде. Эти цветы будут относить к Будде. Девяносто лет у нас этой женщине, она такая красотка. So beautiful. А моей маме 70 лет. А ты что там спряталась? Ты что, стесняешься? Выходи, выходи, представься людям. Сюда, сюда, пляс. Это моя сестра. Очень приятно. Чуть не забыл вам показать. Пройдемте. Вот эта печка стоит здесь 1936 года. Мы его отреставрировали. Раньше на ней готовили наши предки. Шикарно. Из кухни еще с тех времен осталось, они его отреставрировали. Да. Вот такая вот у нас. А, название ресторана. Это было тогда название такого ресторана. В 1936 году. Да. А этот элемент декора – это дань уважения Богу Фури. Он учит нас помогать друг другу, любить и уважать. Как фейдинг. Канха-хай. Окей. Понимаешь? Вот такой у нас ресторан. Контраст. Контраст. Потому что это винтаж. А, винтаж. Это винтажное у нас получается светильник винтажный. Вообще, все тут винтажное получается. Тут у нас тайский чай. Это известный тайский чай. Тайский чай. Окей. Тайский чай. Тайский чай. Тайский чай. Да. Тайский чай. Тайский чай. Тайский чай. Тайский чай. Тайский чай. Да. И вот у нас бабушка тут готовит блюдо. А вот это большое полотно. Это тоже винтажный элемент. Это символ большого дракона. А еще обратите внимание на этот пол. Он тоже здесь находится с 1937 года. Мы его отмыли и отреставрировали. А вот этому шкафу целых 70 лет. Да. Этому шкафу 70 лет. Да. Этому шкафу 70 лет. Антон. Я. Этому шкафу. А вот это блюдо. Это еще как у меня придется. Этому шкафу накидает. Дай. А – тайский, figy. Вненькая. Обратите внимание на надпись. Ну что ж, пойдемте дальше. Ну вот, собственно, у нас этот ресторан. Тут у нас люди ужинают, обедают, завтракают. А сейчас мы пройдем в наш дом-музей. Вот, смотри, тут половинки. А это бочки с вином. Здесь у нас хранится вино. Вот такой шикарный дом. О, пожалуйста. Идем. Сейчас мы заходим уже в музей. С каждым днем у нас посетителей все больше и больше, в особенности людей с европейской внешностью и светлой кожей. Ага. Стоимость посещения дома-музея – 200 бат. И все эти деньги уходят на благотворительность, помощь нуждающимся. Мы помогаем тем, у кого нет крови над головой, в особенности жителям Майкау. Также мы помогаем малышам с сообразованием, чтобы они в дальнейшем не нуждались ни в чем. Вау. 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 Ребята, ну смотрите, какая тут красота. Это дом-музей. Это внук, который реставрировал этот дом-музей. И смотрите, какой красотой мы попадаем. Удивительно красиво, винтажное все. В 1936 году. Позвольте, я вам покажу тех людей, которые основали и создали этот дом. Пройдемте за мной. Это мой пра-пра-пра-пра-дедушка и пра-пра-пра-бабушка. Я внук в четвертом поколении, а моя мама, получается, в третьем поколении, а бабушка во втором поколении. А эти вот первое поколение, самые старые люди нашего дома. Теперь, наверное, вы догадались, почему называется дом Бан-Ар-Джор. Бан-Ар-Джор означает дом прадедушки. Бан-Ар-Джор. Дом прадедушки. Ну и прабабушки. Вау, закреплено. Прислушайтесь. Вы слышите музыку? Слышите джаз? Слышите звук фортепиано? Мой второй дедушка обожал джаз и даже основал свой джазовый клуб. Это был первый джаз-клуб на Пхукете. Самый популярный. Цветок пиано означает изобилие и счастье. Поэтому мы использовали его для разработки всех проектов в этом доме. Обратите внимание, что в середине цветка находится женщина, олицетворяющая прабабушку. Покруг нее девять сердечек, символизирующих шесть сыновей и троих дочерей, образующие в общей сложности цветок Какие же вы творческие, что столько всего продуманного. Люда. Вау. Люда. Ну-ка. Это у нас. Люда. А, вот смотри, Гамир. Вот здесь написано, что это художница Люда. Люда Лид. Yes. Люда Лид. Ну-ка. А, вот она у нас художница. Вау. Очень хорошая история. Очень интересная история. И я хочу показать вам этот момент. Я влюблена в этот цветок. Это оригинальная краска. Оригинальная. А, оригинальная краска. Вот это у нас оригинальная краска. Сколько бы ни стирали, мы его так и не смогли оттереть. Он нашел белый. Пройдемте в соседний зал. Это наше генеалогическое дерево. Тан Чин Нгуан. А это его мама. А это его прабабушка. А это второй дедушка. Прадедушка. Отец бабушки. Которая сейчас находится в зале. Ей 90 лет. Давайте я вас посажу. Вот эту молодую девочку. Это молодая красивая женщина. Теперь сидит у нас. Анаэм. Анаэм. И тюни. И тюни. И тюни. И тюни. Плиз. Тюни. Ей 90. Ама. 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 Это все она. Ама юной. Ама юной. Вот эта девушка на фотографии. Вот эта вот красивая женщина. Это у нас. И. А. А еще. И тюни. А ей 90 лет. Удивительно просто. Бьютифул. Бьютифул. Вау. Ес. И тюни. Ааа. А дети. А. Кхвам лаб хор. Ма. Кхвам лаб хор. Кхвам лаб. Тихо. 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 И такие. Бабы. Чилдерн. Май кава. Чилдерн. Май кава. Аа. Чилдерн. Май папа. А. Айди. Анкл. Анкл. И вот это. Вот эта женщина. Этот дом я восстанавливал три года. Его попросил у меня восстановить дедушка, который в тот момент болел раком. На второй год постройки рак у дедушки исчез. И он, в благодарность Всевышнему, создал фонд помощи и обучения детям и малообеспеченным семьям. Эй, beautiful, вы какие классные! Невозможно! Дом ваше счастье. Он очень счастлив этот дом реставрировать. На этой фотографии пара еще только влюбленная, они еще пока не женаты, а вот на этой фотографии они уже женаты. Очень интересная история, очень удивительные люди, все так открыто рассказывают. Бабушка великолепная, красивая, молодая, а не счастливая. И вот у нас дом, начало реставрации получается. Здесь у нас начало реставрации дома. На этой фотографии изображено состояние дома, прежде чем мы вернемся на ремонт. Это у нас купло, бабушкино купло. Вадень? Да, свадебная бабушкина купла. Чемодан дяди Гонга, анкл Гонг. И вот нашел его, раздырая стол. Дом был запрошен на долгих 37 лет, поэтому мебели никакой здесь не осталось. Мне пришлось у друзей и родственников просить, чтобы они мне помогли со старинной мебелью, чтобы создать в доме тепло и уютно. Это тоже старинные напитки, ребята, смотрите. Удивительно, это даже есть матрешка. Вся вот эта часть дома была превращена в музей, куда люди могут прийти и увидеть историю и все предметы в доме. Некоторые из которых можно продать, чтобы помочь детям в их образовании. Удивительно. Что касается ресторана, это большая поддержка для нашего бизнеса. Поэтому мы просим клиентов помогать друг другу. И многое есть, чтобы были деньги на развитие этого проекта. В будущем я хочу, чтобы это была небольшая школа, которая будет обучать и развивать, где у меня будет собственная карьера. Ну и вот он, ребята, вот он этот ресторан. Я в шоке. Девятый, надо миссис жить, чтобы все это наснимать. Да, идут, идут. Мне надо чемодан снять. А, а, менсай. ОК, ОК, ОК. А, удивительный чемодан. Они в книге, журналы. Фотографии. Старое кресло. Дедушкино. Получается вот вот чемодан и старое кресло. Вот это комната более холодная. А, поэтому здесь у них получается здесь... Здесь у них магазин, Гамир. Эти еще можно купить. У них здесь даже есть лукаска, порзины, шоперы, футболки. О, вот. О, вот. Есть. О, машинка. Это был женский уголок дома, где по феншую царит энергия июнь. А потом мы перешли в мужскую часть дома, где по феншую доминирует энергия июнь. Там мы увидели семейную фотографию, на которой все улыбаются. А его дедушка уже победил рак. Также от показал нам оригинальную карту Пхукета 1945 года. Там, где еще Пхукет был соединенным мостом с материком. Также различные граммофоны и разные старинные музыкальные инструменты. И много разной аппаратуры для воспроизведения музыки. Также велосипед с интересными игрушками. Там же стоял старинный письменный стол, за которым его прапрадедушка управлял хозяйством. Там был старинный клобус. Трости. Как нам объяснил Отт, в то время трости носили больше даже для солидности и устрашения. Старинный телефон. Ручной счет. Старинная печатная машинка. Дальше он нас повел в комнату с фотографией детей, которым они за эти годы помогли. Детей, которые им благодарны за помощь и поддержку. Целая стена была усеяна фотографиями. Потом мы решили подняться на второй этаж. По красивой красной лестнице, где была надпись. Каждое путешествие начинается всего с одного шага. Поднимаясь, я обратил внимание на две интересные куклы. То ли карнавальные, то ли оберег. Также интересны деревянные обувь. А дальше мы оказались на втором этаже. Первое, что бросило из глаза – множество ярких картин. Отт рассказал нам, что это творение детей из племени Икарен, которые живут в горах на севере Таиланда. Они никогда не видели моря. Вы можете представить, жить в Таиланде и не видеть моря? Поэтому рисует то, что знают – горы и рисовые поля. Отт помогает им продавать эти картины и отправляет им деньги, чтобы они могли учиться. Также он показал комнату, где могут остановиться гости на ночь. В этой комнате также висели пижамы, которые подарила бабушке на память о строительстве дома. Отт рассказал, что всю швейную работу по дому делает его мама. И те куклы ручной работы тоже сшила его мама. И даже постельное белье сшито руками мамы. А вот в этом месте идет уже строительство школы для детей из малообеспеченных семей Пхукета. Мы вышли на балкон полюбоваться красивым видом, где он нам рассказал, что много лет назад, что он даже не представлял, как он сможет оживить этот дом. Он чувствовал, что он застрял. И в один день он пришел спать в этот заброшенный дом. И начал поклоняться богу Ганеша. После чего произошло чудо, и дом снова ожил. Позже он извинился и сказал, что ему нужно срочно отлучиться по делам. А мы можем самостоятельно изучить дом-музей. Но он обязательно выйдет с нами попрощаться. Люди были музыкальные, любили играть. И дедушка у них основал джаз-клуб. Такое многочисленное количество разных баянов, аккордеонов, гитерров. Это я не знаю, что за инструмент. Какой-то, наверное, китайский-китайский. У нас уже такие, более серьезные трости. Девушки отдыхают. 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 когда великие люди пригласили нас в свой теплый дом с доброй историей и удивительной жизнью их предков. За прогулкой по особняку мы не заметили, как быстро прилетело время. Мы полностью погрузились в процесс изучения каждой детали в доме. Тут каждая вещь хранила в себе тайны и была свидетелем истории. Мы восхищены добротой и человечностью этой семьи, а также уважением, с которым Од относился к старшему и младшему поколению. Вечером мы приехали поблагодарить Оду за увлекательную экскурсию по дому, а также попрощаться с ним и его семьей. После заката солнца здесь царила особая атмосфера. Сад был освещен яркими огонечками и дарил ощущение праздника. Мы хотим выразить Оду огромную благодарность за приглашение и за то, что он открыл нам историю своей семьи и показал нам новую грань Таиланда. Это был один из лучших, познавательных и незабываемых дней, проведенных в Королевстве Улыбок. Мы мечтаем продолжить изучение культуры и традиции этой удивительной страны. Друзья, если вам понравился формат нашего видео, просьба подписаться на наш канал и поставить лайк нашему видео. Для вас это всего два клика, а для нас это огромный стимул делать еще более качественные ролики. Также пишите в комментариях, что вам понравилось или не понравилось в нашем ролике. Мы обязательно постараемся учесть все ваши советы в следующих выпусках. Благодарим всех, кто посмотрел ролик до конца. Желаем вам счастья и добра!